За время дежурства происшествия не будем видеть. Никак нет. Свыше 200 камер видеонаблюдения и круглосуточная охрана. У каждого ЧОПовца есть и так называемая тревожная кнопка. С помощью нее можно вызвать подкрепление. В лагере «Березки» два стационарных и два подвижных поста. Чтобы ни у кого не возникло желание пронести с собой запрещенные предметы, охрана всегда на чеку. Естественно, с каждым постом, с каждым человеком у нас связь радиостанции. И если кто-то что-то замечает, то связывается, вызывает усиление. Но таких случаев у нас не было. Лагерь, с одной стороны, окружается лесом, с другой – озером. За детьми здесь нужен глаз да глаз. Посмотреть, как организована работа по обеспечению безопасности отдыха, приехали сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области. В первую очередь проверяются документы и должностные инструкции. Именно они определяют права и обязанности охранников. Меру их ответственности – за те или иные нарушения. Также у Чоповца должна быть специальная форма одежды и удостоверения. Данные проверки проводятся в ходе мониторинговых мероприятий. Основные в момент заезда детей на летний отдых и во время пересменок. В оздоровительном лагере «Березки» нарушений Росгвардейцы не выявили. В Самарской области свыше 50 детских мест отдыха. Все они под надзором контролирующих органов. Мэри Елчан, Василий Колдашов. События.